Полной поддержки, вы знаете, помните об этом вопрос такой, что на сегодняшний момент дополнительное образование является одной из актуальных тем не только на уровне республики, но и на территории Российской Федерации. Год тому назад таких центров было очень маленькое количество. Я обращалась к вам в письменном виде, но мою инициативу вы как бы не поддержали. В этом году более 100 предпринимателей занимаются в данной сфере. У вас есть очень шикарный опыт по поддержке частных садиков в плане субсидирования затрат предпринимателей в данной сфере. Возможно ли вашей команде также взять, так скажем, на карандаш данной проблемы и по уже пройденному пути также оказать предпринимателям такого рода поддержку в плане субсидирования из-за бурганского бюджета текущих затрат предпринимателей. Спасибо большое. Андрей Георгиевич, ваш выход. С вас начнем. Здесь ответ там как бы короткий, потому что вы сами понимаете, мы являемся с полызином властью и говоря о том, что мы можем что-то сейчас вам предложить. Мы работаем соответственно с теми изменений, которые вносятся к тем, которые вступают в силу на сегодняшний день. Честно говоря, таких изменений я пока информация не располагаю, так что планируется что-то. Но как же ваше конкретное субсидирование? Потому что мы уже в первый год говорим о поддержке социально-принимателем. Я прокомментирую сразу. Андрей Георгиевич, спасибо. Недавно только... Ну, во-первых, сейчас идет рассмотрение закона Государственной Думы и социально-принимательства. Это понятие планировать зафиксировать официально и определить, самое главное, вот этот класс социального бизнеса. И в дальнейшем ожидается, что будет оказываться, возможно, какая-то поддержка. В смысле, этот закон, он пока, насколько я знаю... Нет, он в разработке, да, там нет конкретных мер, но есть понятие, фиксация понятия, чтобы дальше с этой категорией... Ну, то есть надо рамки определить сначала, так государство работает. Странно, конечно, но вот так. Потом уже с этим работать конкретно. У нас недавно президентом подписывал тоже перечень поручений, которые мы готовили вместе с коллегами из Министерства экономики, о социальном предпринимательстве. В принципе, там вот основные вещи, которые у нас уже в республике зафиксированы, они как раз скоро найдут отражение на федеральном уровне. И вот дальше уже можно будет вести речь о какой-то специальной поддержке, о каких-то специальных программах. Этот вопрос пока на данный момент находится на откупе в Министерстве экономики. Кирилл Иванович, я думаю, сейчас вряд ли ответит, да, это не будет совсем вашей компетенцией. Но давайте мы вас состыкуем с коллегами в Минеке, которые занимаются социальным бизнесом. По поводу вопроса, который вы ко мне адресовали, да? Да, ну, раз я начал, ну хорошо, давайте, я понял, вы хотите прокурора послушать. Как вы знаете, да, что плавные проверки проводятся раз в три года, это, в принципе, открытая и доступная информация. Есть такое понятие, как плавные проверки или неплавные проверки? В вашем случае, я так понимаю, здесь речь идет о какой-то неплавной, может быть, проверке. Ну, смотрите, основания проверки, потому что не все проверки проводятся раз в три года. Потому что, может быть, у вас в лицензии есть какие-то условия, да, вы должны отчитываться перед разобранным надзором или еще что-то. Либо часто бывает, что по постановлению правительства будут какие-то организовываться проверки, которые не требуются до совместной прокуратуры. Может быть, такой момент. Поэтому нужно конкретно посмотреть основания, ну, что, какое письмо вам пришло в вашем случае. То есть, решение, может быть, о проверке или что вы хотите. Ну, о чем здесь конкретно? Надо смотреть и дополнить документ нужен. Наши юристы помогут. Как вы уже дорожку знаете, как к нашим юристам обращаться, вот, можете прямо по завершению подойти. Вот Кристина здесь находится, генеральная дара, она не представляет. Он не только не нашел у нас поддержки, я-то его поддерживаю двумя руками. И понимаю целесообразность поддерживать вас. Часто намного выгоднее, чем строить свое собственное. Но мы считали, там, свой собственный относительно по компенсации вам затрат, аналогично тем услугам, которые оказываются в частных в 10-х годах, окупаются через 25 лет. Через 25 лет инвестиции окупающиеся, это, ну, честно, это не очень будет. Вот. Мы тему эту даже на совете поднимать, что я, наверное, раз разбирали и не понимали. В дальнейшем, к сожалению, мы не нашли поддержки в решении этого вопроса конкретно у наших коллег, которые отвечают в том числе за вот эту сферу и блок. Сейчас, коллеги, инициатива, ну, я могу честно сказать, инициативы только бизнеса нам будет недостаточно. Здесь государственный заказ, расширение государственного заказа вообще, это должно быть инициатива какого-то из государственных органов. То есть где-то должно болеть и перегорать для того, чтобы вам дали возможность решать эту проблему. Я, к сожалению, в последнее время ни от кого из нас органов это не слышу. Я общался с ними, мы уточняем, как дела с детскими садами. Детские садами это нормально, строим, они открываются, частные работают, мы им не мешаем, точка. О том, что нужно вылечить объем госзаказа и давать его в частные руки, честно, ну, вот нет такого запроса. Ну, давайте вместе еще раз спросим у коллег. Это должен быть запрос, вот еще раз повторяю, это должно пригорать в социальной сфере для того, чтобы нас с вами услышали. Ну, потому что иначе это выглядит как бизнес просто хочет государственных денег. Давайте так честно, вот когда надо разверять эти понятия. Госзаказ это решение государственных и социальных проблем, а бизнес хочет денег, это нормальное желание бизнеса, но это вопрос развития, это немножко другое. Ты тоже хотите что-то сказать? Не, вы мне сигнал подали, постучали фо-мошки, я думаю, нет, если хотите, пожалуйста, нет, нет. Хорошо, ну, давайте уточним коллег. Я не перерывал вы мою мысль, зачем еще это вынес, чтобы посмотрел за пользу. Понятно, ну, вот видите, не пригорает у местной власти точно не пригорает. Вот как бы так, давайте отдельно еще поговорим на тему. Мы ваше, тем более, обращение берем в работу, еще будет возможность увидеться. Потому что расчеты есть, понимание есть, но вот как дальше с этой точки сдвинуться, пока большой вопрос. Да, пожалуйста. Я представитель, предприниматели. Ситуация... С ними все нормально? Они пока живут. Ситуация. В настоящее время от Балтики до Тихого океана идут суды между английской компанией Carbillage Credit Clinic и предпринимательные в сфере розничной торговли, включая предпринимателей ОСТА. Только в одном арбитражном суде в год рассматриваются от 50 до 100, а то и более дел. Значит, начиная с 2014 года. Предмет риска. Нарушение авторских прав англичан на товарные знаки. Суть дела. Розничный продавец покупает в оптовом складе города Казани, Москвы и так далее товар. Везет себе, продает. А через год или два получает претензии от англичан. Что такое? Оказывается, они нарушили его право на товарный знак. Значит, ответственность за это дело несет не оптовый склад, несет не товарищ, который завез эту контрафактную продукцию в Россию, а несет вот этот розничный предприниматель, который очень далек от всяких товарных знаков и так далее. И вот только за один год вот эти англичане у нас в РТ зарабатывают от 5 до 10 миллионов, что эквивалентно деятельности всей науки республики Татарстана. От продажи своих патентов, лицензии и прочих науковых и научных работ. То есть вся наша наука не зарабатывает столько, сколько эти англичане. На этих товарных знаках, видите ли, там что-то на майке или на трусах написано. Значит. Поэтому у меня какое предложение. До 2013 года законодательство России предусматривало следующее. Ответственность несет тот, кто завез контрафактный товар в Россию. А сегодня ответственность несет эта бабушка. И поэтому сегодня англичанам и прочим иностранцам очень выгодно. Они обращаются в суды только к розничному продавцу. Но к оптовым складам ни за что в жизни. В таможенном реестре свои товарные знаки они не отражают. То есть они не воюют за свои. Ну интересно. Они просто зарабатывают деньги. Чем больше сюда в Россию будет завезен контрафактный товар, тем им лучше. Теперь, когда этот розничный торговец в арбитражном суде, я же участвовал, говорят. Она показывает накладные. Все показывает. Вот я покупала вот здесь. А ей говорят. Это твои проблемы. Это твои проблемы. Ты не имеешь права и все. Англичане к оптовым складам суды не подают. Поэтому у меня какая просьба. Давайте мы все же на законодательном уровне примем, что ответственность несет не только розничный продавец, но и оптовый склад. Если у этого розничного продавца есть доказательство в виде накладной, что он именно у этого оптового склада купил. И тогда в Россию этот контрафакт перестали поступать. Его перестанут завозить сюда. А сейчас он... Сейчас это не только английская компания. Это и Кутер, Маша и Медведев там. Мишка этот... Тедди и так далее. С ума сойдешь. Сколько этих иностранцев появилось? Вот я прошу это дело обсудить. Значит, и ответственность возложить. Спасибо. И на этот оптовый склад. Спасибо. Тема понятная. Она, к сожалению, для нас не новая. Действительно, вы очень актуальные вопросы поднимаете сегодня для малого микробизнеса. Мы ее в Совете уже изучаем, на самом деле.